День Республики 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 Участники заседания обсудили вопросы реабилитации инвалидов, доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья, объектов и услуг, а также развитие адаптивных видов спорта в республике. Отметим, региональные власти уделяют большое внимание данному направлению. На сегодняшний день в республике проживает более 21 тысячи инвалидов среди взрослого населения и порядка тысячи детей. На сегодняшний день остро стоят вопросы взаимодействия медицинских организаций с медико-социальной экспертизой. Объясню почему. Потому что мы работали в период ковида, когда продлевалась инвалидность, уже назначенная без подтверждения дополнительного освидетельствования медицинского. Ну и, безусловно, все те задачи, которые мы ставим в рамках повышения совершенствования и оказания медицинской помощи. С прошлого года у нас в Министерстве здравоохранения реализуются мероприятия по оснащению медицинских организаций реабилитационным оборудованием, соответственно, решение вопросов образования детей и инвалидов, ну и повышение, безусловно, тех услуг, которые предоставляются учреждениями социального обслуживания населения, учреждениями спорта, реализация мероприятий по оказанию ранней помощи детям. То есть важно на этапе до трех лет определить проблемы и уже сопровождать эти семьи по всем участникам предоставления услуг. Участковые из Городовиковска раскрыли кражу мобильного телефона. Злоумышленник похитил смартфон в одном из местных магазинов у посетителя. Подозреваемый задержан по горячим следам. 25 марта в МОМВД России Городовиковске поступило заявление от местного жителя, который сообщил о пропаже своего мобильного телефона. Учерб составил 9 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что находясь в одной из торговых точек города Городовиковска, неизвестное ему лицо совершило хищение мобильного телефона с прилавка магазина. По горячим следам в ходе оперативно-рассыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый был задержан. Содеянным он сознался. Им оказался 57-летний житель Пермского края. Доставленный в отдел полиции мужчина пояснил, что в городе находится проездом, остановился у родственников. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 158 УК РФ. Отделение социального фонда «Калмыкия» по итогам прошлого года направило свыше 26 миллионов рублей в лечебные учреждения по программе «Родовой сертификат». Это 8567 оплаченных талонов. Целью сертификата является улучшение качества медицинской помощи женщинам в период беременности, во время родов и в послеродовой период, а также своевременное проведение профилактических медосмотров ребенка в течение первого года жизни. Напомним, что документ выдается женщине, состоящей на учете с 30-й недели при одноплодной беременности и с 28-й недели при многоплодной беременности. Медиасфера в Калмыкии продолжает активно развиваться и набирать обороты. Студенты Калмгу стали слушателями медиашколы, которая была организована благодаря победе в грантовом конкурсе от Росмолодежи. 50 ребят обучились по четырем направлениям – фото и видео, блогинг, СММ и дизайн. Далее подробности. Медиасфера развивается с каждым днем все сильнее и быстрее. Для того, чтобы студенту успевать оставаться в курсе современных трендов развития, необходимо иметь соответствующие компетенции. Главной задачей медиапроекта «Просмотр» стала поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации студентов. На торжественном открытии медиашколы с приветственным словом выступила проректор по качеству образования, новому набору и молодежной политики главного вуза республики Элеонора Манджиева. Всем вам удачи, отлично провести все эти дни, обязательно научиться чему-то новому, в этом я не сомневаюсь. Поэтому белой дороги нашему мероприятию. Получается, мы в прошлом году выиграли аж целых 7 грантов от Росмолодежи, и вот практически уже все реализовали. Один из таких вот тоже масштабных грантов – это медиапроект «Просмотр». Три дня школы – это просто, я думаю, все понимают, особенно после пандемииное время, насколько медиа сейчас важна в принципе. И именно такие проекты могут давать реальные знания. Медиа-школа – это площадка для развития творческой молодежи республики. Специально для участников выступили ведущие специалисты в сфере медиа Калмыкии. Все полученные знания помогут ребятам стать настоящими профессионалами своего дела. Создавая эту школу, у меня был главный стимул, чтобы положить знания ребятам, чтобы эти ребята вышли после школы, за школой, смогли развиваться в направлении. Тем самым они, как участники школы, и мы, как организаторы школы, являемся такой площадкой, которая развивает медиа в нашем регионе. Проект был реализован благодаря победе в конкурсе грантов Федерального агентства по делам молодежи. Идея ребят из университета была поддержана в размере более 200 тысяч рублей. Медиа-школа состоит из трех дней по четырем направлениям – фото, видео, дизайн, смм и блогинг. Мы с организатором постарались пригласить самых лучших медийщиков в Республике Галмыкия. Ребят ждет насыщенная программа по теории и практике. Кураторы подготовят во второй день практические задания, по которому ребята смогут насыщенно окунуться в сферу медиа. Множество талантливых студентов наглядно показали, что границ для творчества не существует. В рамках медиапроекта также будут созданы видеоблоги в формате интервью, аудиоподкасты и бесплатный медиакурс-просмотр, с которым могут ознакомиться все желающие заниматься медиа. Буэнта Катнанова, Борис Анжураев, информационная программа «День Республики». Как пройдет фестиваль тюльпанов в Юстинском, Лаганском и Черноземельском районах, рассказали представители РМО на брифинге в Рея-Калмыкия. 8 апреля мероприятие под названием «Гимн тюльпану» пройдет в поселке Адык, в Эднахатоне страна бомба. Гости увидят поющие барханы, горящие фонтаны и смогут покататься на лошадях. Эти маршруты стали своеобразной карточкой, визитной карточкой нашего района. Также на территории Эднахатона желающие могут прокатиться на верблюдах, на лошадях. Предусмотрена развлекательная программа для детей, батуты, торговля сладостями, аттракционы. В программе также предусмотрена выставка сельскохозяйственных животных. Это те бараны, которые ежегодно становятся победителями всероссийских сельскохозяйственных конкурсов и пополняют копилку наград своих предприятий. 29 апреля лаганцы приглашают в Центральный парк «Мелодия Каспия». Театрализованный праздник перенесет в атмосферу народных традиций, а межрегиональный фестиваль «Голубей» станет фишкой мероприятия. 29 апреля в поселке Цаганаман состоятся восточные единоборства и состязания покойной стрельбе из лука. Наши гости смогут познакомиться с выставкой народного творчества кухней народов, проживающих на территории Лаганского района. Концертная программа, театрализованный пролог, спортивные состязания. Будет выставка о продаже блюд национальной кухни организована. Наши гости смогут познакомиться с историей, с традициями калмыцкого народа. У каждой юрты будет встречать гостей с зажигательными танцами, песнями, блюдами национальной кухни. Официальное открытие фестиваля будет проходить на главной сцене, где выступят творческие коллективы Юсинского района. В программе запланированы конно-спортивные мероприятия. Это скачки на верблюдах, скачки на лошадях. В Ариатарене прошло открытие спартакиады, посвященной столетию Министерства спорта России. Участники соревнуются в семи дисциплинах. Состязания проходят на разных площадках. Спартакиада продлится два дня, программа насыщенная. Дартс, альчики, настольный теннис, волейбол, футбол, плавание и перетягивание канатов. По словам профильного министра, занятия спортом формируют и развивают чувство дружбы, взаимопомощи и доброты в коллективе. В этом году на всех спортивных площадках, аренах проходят торжественные мероприятия, посвященные празднованию столетия Минспорта Российской Федерации. В Калмыкии также будет проведено ряд мероприятий. Мы сегодня уже открыли Спартакиаду, посвященную столетию Министерства спорта Российской Федерации. У нас уже заявлено более 250 участников, 14 команд, практически все органы исполнительной власти. Также мы даем возможность им поучаствовать в таких видах, как дартс, настольный теннис, волейбол, футбол, плавание. Ну, выбирали виды спорта, в которых могли бы принять участие любого возраста, наши коллеги, сотрудники и могли бы показать наилучший результат. В общем, концепция у нас – это праздник, дружба, объединение, и в этом ключе мы продолжим работу в течение всего 2023 года. Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV «Зеленой точки» и Ростелекома, а также на официальных аккаунтах во Вконтакте и Телеграма. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире! Субтитры создавал DimaTorzok